В Московском областном центре охраны материнства и детства представители власти провели встречу с трудовым коллективом. Ответили на вопросы врачей и построили планы на будущее. Подробнее в следующем сюжете. Московский областной центр охраны материнства и детства – один из лучших в Подмосковье. Единственный в области имеет ожоговый центр, куда вертолетом доставляют детей со сложнейшими травмами. Показатель, насколько хороша больница, когда с разных уголков не области, а России, кто попадает в какие-то трудные ситуации. Мне просто звонят и просят как-то помочь. Очень часто меряем по стандартам Москвы. И говорят, вот Москва. Мне многие москвичи просят именно в нашу Люберецкую детскую больницу. На встрече обсудили проблемы медицины, коснулись вопросов законодательства. Николай Щапов, заведующий отделением хирургии новорожденных, защищал интересы пациентов. Есть такой 44-й федеральный закон, который не позволяет лечебному учреждению выбрать то, что считается необходимым. И здесь возник вопрос, нет ли возможности в рамках регионального законодательства внести какие-то поправки. На вопросы врачей ответили Игорь Брынцалов, Роман Терюшков и Владимир Ружицкий. Поставили для себя новые задачи. Тем более здесь, в стенах, где работают с такими патологиями при рождении детей, с недоношенными детьми. И, конечно, здесь нужно будет на федеральном уровне обращаться с инициативой о том, чтобы для медицинских организаций были внесены в 44-й закон послабления. Поговорили и о качестве медикаментов. Врачи ратуют за то, чтобы медучреждение могло закупать материалы, проверенные в работе, а не только положенные от Минздрава. Например, бинты. Маги, которые в последнее время есть, это бинты. Качество нельзя ли как-то вынуждать. Возьмем проработку. Губернатор тоже не раз говорил об этом. После встречи с медперсоналом представители власти посетили отделение больницы. Проверили оснащенность реанимации и ожогового центра. Самое главное, что здесь собран очень такой слаженный профессиональный коллектив, который сегодня может решать самые сложные задачи. Мы сейчас посетили, посмотрели, правда, со стороны хирургическое отделение, созданное по самому последнему слову техники. В дальнейших планах максимальная материальная поддержка Московского областного центра охраны материнства и детства, чтобы и дальше люберецкие врачи могли оказывать качественную медицинскую помощь маленьким пациентам. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.